И в начале Петра Иванова отпустят под залог в полмиллиона. Сегодня в Ленинском районном суде Оренбурга избирали меру пресечения начальнику ГОМЧС региона. В минувший понедельник главного спасателя задержали после очередного допроса. Ему предъявили обвинение в халатности, допущенной при ликвидации чрезвычайной ситуации на трассе Оренбург-Орск, во время которой погиб человек. Следствие легкомысля для достаточных тому оснований самороделение рассчитывало на предотвращение таких последствий силами боевых расчет пожарно-спасательных частей местной администрации с привлечением добровольцев и дорожных служб. По версии следствия, Петр Иванов, имея прогноз о неблагоприятной обстановке на востоке области, не предпринял необходимых мер, чтобы избежать подобных последствий. Свою вину он не признал, отдачи показаний отказался. Опасаясь попыток давления на свидетелей, большинство из которых, кстати, сотрудники МЧС, следователи настаивали на домашнем аресте для Иванова. Однако главный спасатель отчетливо обозначил свою позицию, он против какой-либо фальсификации. Когда они даже ходили на следствие и приходили, докладывали, что идем на следствие и спрашивали, что мне, что нам говорить, я им однозначно говорил. Говорить только правду и никаких подтасовок. Нет человека, который сегодня более заинтересован, так сказать, в скорейшем проведении разбирательства и справедливом суде. Ну а сторона защиты просила назначить денежный залог. Услышав доводы за и против, служители Фемиды решили. Избрать обвиняемого Петру Яковлевичу в мере пресечения в виде залога в размере 500 тысяч рублей, продлить срок задержания Иванова на 72 часа после принятия залога от защитника адвоката Нигматулина и предоставлением в суд документов, подтверждающих внесение залога, Иванова из-под сторожа освободить. Ну и добавлю, официально Петр Иванов остается начальником ГО МЧС региона. Следователи готовят ходатайство об отстранении Иванова от должности. Кто исполняет обязанности главного спасателя на время разбирательств в пресс-службе МЧС, от комментариев сегодня воздержались. Продолжение следует...